Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня я вас приглашаю на беседу, посвященную Дню памяти и скорби. Это 22 июня 1941 года. 22 июня – особая дата в нашем календаре. Это день памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, нашей скорби по ее жертвам и благодарности за спасение Отечества, за жизнь на земле. Самой черной стала та короткая летняя ночь, когда тишину, занимавшего утро на западной границе Союза, взорвали тысячи снарядов и бомб. В тот самый длинный день году, с его безоблачной погодой, нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. Казалось, было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли. Цветок в росинках весь к цветку приник, и пограничник прикинул к ним руки. А немцы, кончив кофе пить, тот миг, вылезали в танки, закрывали люки. Только все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось. Последние минуты мира, последние минуты тишины. Они были прерваны появившимся в небе самолетами с черной свастикой. Так, на рассвете 22 июня 1941 года в 4 часа утра тишина этого ясного дня была нарушена грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Гитлеровская Германия, вероломно напав на нашу родину, приступила к осуществлению своей чудовищной цели – уничтожить советское государство, истребить миллионы людей, поработить народы Советского Союза. Мирно страна проснулась в этот июньский день, только что развернулась в скверах ее сирень. Радуясь солнцу и миру, утро встречала Москва. Вдруг разнеслось по эфиру памятные слова, слова Велитана. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня, в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Через несколько часов после объявления войны во всех уголках нашей необъятной Родины шла мобилизация в ряды советской армии. Люди уходили на фронт. Первые дни недели, месяцы были самые тяжелые, самые суровые. Зловещим зарево объятый, грохочет длинный небосвод. Мои товарищи-солдаты идут вперед за взводом взвод. Слепящий дым, дым и пыль густая, и зной нависшли тяжело. Над нами плыли, нарастая, бойцам, измученным назло. Направо, глянешь, дорогая пшеница гибнет на корню. Налево нет конца и края, а в сторону отданным огню. Земля, казалось, до предела была в огне наколена, и вся иссокшая гудела, да будет проклят. Четыре огненных года прошагали наши воины дорогами войны, приближая победный час. И он пришел в долгожданный День Победы 9 мая 1945 года. Возвращались солдаты с войны по железным дорогам страны. День и ночь поезда их везли, гимнастерки избыли пыли, и от пота еще солоны в эти дни бесконечной весны. Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, сквозь дым пожарясь, через трупный смрад, отстаивая право на свободу, победе шел Россия, твой солдат. И не сломилось сердце, не сгубило, и душу не растила им война. Видать, не человеческая сила ему, солдату русскому, дана. Война закончилась, и заживают раны, и в День Победы по восторженной земле блестя наградами шагают ветераны-фронтовики, герои в совесть наших дней. Война закончилась, но с каждым годом рядеет славная гвардейская родня, и все цветы свои ясна венок плетает, и с ним склоняется у вечного огня. Война закончилась, но память поколений, как фронтовая дружба, вечно и тверда. Нас никогда никто не ставил на колени и не поставил ни за что и никогда. Война закончилась, но песни опаленные над каждым домом до сих пор она пружит. И не забыли мы, что двадцать миллионов ушли без мельки, чтоб нам с тобою жить. Война закончилась, и пушки замолчали, и годы сгладили великую беду. И мы живем, и мы опять весну встречаем, встречаем День Победы, лучший день в году. Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Пускай во всем, чем жизнь полна, во всем, что сердцу мило, нам будет памятка дана о том, что в мире было. Ребята, наша беседа подошла к концу. Вы еще дети, но впереди вас ждет еще много славных дел, и я надеюсь, что вы сделаете нашу планету красивой. Будете всегда помнить историю своей страны, ратный подвиг ее славных сынов, и сделаете все, чтобы ее трагические страницы не повторялись. Спасибо за внимание. С вами была Светлана Михайловна. До свидания.